В своей работе дизайнеру не стоит забывать и о внешних характеристиках шрифтов. Это нужно для того, чтобы выбрать подходящий и уместный шрифт для проекта. Поэтому поговорим о визуальной гармонии. Прежде чем мы начинаем читать, мы уже получаем какое-то впечатление от внешнего вида страницы и воспринимаем какой-то образ. Грамотное типографическое решение обязательно предполагает две вещи. Первое — это соответствие контекста, о котором шла речь выше. А второе — это функциональное решение, то есть создание максимально удобного для читателя текста именно в той обстановке и в тех условиях, для которых он предназначен. Как правило, продуманное функциональное решение уже красиво само по себе. К тому же оно не может не отражать характер дизайнера, его взгляды и предпочтения, а значит, оно не будет скучно. Однако для создания нужного впечатления не всегда хватает самых простых функциональных средств. Поэтому дизайнеру ни в коем случае не следует полностью отказываться от декоративных элементов и приемов. Важно только не переусердствовать с их применением. Хорошей рекомендацией в данном случае может быть заданный вопрос «Зачем?». Если дизайнер может ответить на этот вопрос, зачем ему тот или иной элемент, то тогда все хорошо. Если же ответом будет «Нет» или «Только для красоты», то стоит попробовать обойтись без этого элемента. С помощью шрифтов можно создать разные визуальные вариации. Прежде чем мы начинаем читать находящийся на полосе или развороте текст, мы видим композицию этой полосы в целом. Даже еще не задумываясь о средствах, мы обычно можем понять при первом взгляде, что перед нами. Книга, журнал, газета или буклет, плакат или открытка. Мы можем отличить, не читая научную книгу от художественной литературы, либо детское издание, стихи от прозы и прочее. То есть взглянув лишь раз, мы уже предполагаем, о чем и для кого это издание. При первом взгляде на страницу мы можем определить, где на ней заголовок, где основной текст, где второстепенный, где заканчивается один текст и начинается другой. Мы можем оценить качество макета издания, еще не вглядевшись в отдельные слова. Вот все это достигается с помощью разных признаков шрифта. В наших прошлых лекциях мы говорили о таком понятии, как гарнитура, что это комплект начертаний, которые объединены общим художественным замыслом. Но в рамках этого замысла начертания могут очень сильно отличаться друг от друга по нескольким признакам. По насыщенности, по весу, по контрасту, по наличию или отсутствию наклона у знаков. А также отражать разные стили и настроения. Давайте рассмотрим подробнее эти критерии. Насыщенность. Насыщенность шрифта — это отношение толщины основного штриха к высоте буквы. Насыщенность шрифта определяется изменением толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях. Причем толщина основного штриха может варьироваться в очень значительных пределах. В антикве это проявляется несколько меньше, в гротесках — больше. Она может меняться от тонкого до сверхжирного начертания. Толщина основного штриха в начертании нормальной насыщенности составляет примерно 1 седьмую высоты строчного знака. В тонком начертании отношение ширины вертикального штриха к высоте знака должно быть меньше 5%. В светлом начертании отношение приблизительно от 4 до 8%. В нормальном начертании варьируется в пределах от 12 до 17%. В среднем этот интервал составляет от 16 до 22%. В жирном — приблизительно 20-27%. В черном — больше 28%. Понятно, что не во всех гарнитурах присутствуют все перечисленные начертания. Какие-то гарнитуры включают 4, 5, 6 начертаний, но есть и гарнитуры, где в целом достаточно трех начертаний. Тем не менее, чем больше начертаний проработано для гарнитуры, тем более качественной и высокого уровня она считается. Ну и дает, соответственно, дизайнерам больше возможностей для использования. На этих слайдах представлено соотношение насыщенности. Идет сравнение между тонким и черным начертанием, то есть жирным, и мы видим, насколько контрастно и по-разному выглядят эти шрифты. Очень светлые и очень жирные начертания лучше применять только в крупных кеглях, иначе в светлых начертаниях будет почти не видно букв, а в жирных — внутрибуквенных просветов. Градация по насыщенности хотя бы в пределах нормального и жирного начертания есть практически в любом текстовом шрифте. Полужирное начертание используется в качестве выделения в тексте или для набора заголовков. Еще одна категория шрифтов — это вес. Вариативность веса создает визуальный контраст, разграничивает компоненты ираки. И как раз для этого качества можно также использовать насыщенность. Чем жирнее будет начертание, тем больше вес будет иметь набранная им информация. То есть, используя разные начертания, вы можете расставить акценты в своей работе, какую-то информацию облегчить, а какой-то текст сделать более значимым, привлекающим внимание. Следующая категория, которую мы рассмотрим, — это контраст. Это один из основных признаков шрифта. Он определяет соотношением толщины соединительных основных штрихов-знаков. Поэтому признаков шрифты могут варьироваться от неконтрастных до сверхконтрастных. Больший контраст ширин делает буквы очень изящными в крупных кеглях, но не очень удобо читаемыми в мелких. Об этом стоит помнить и сейчас. Если раньше дизайнеры были ограничены техническими средствами, то сегодня они могут сколько угодно создавать контрастные шрифты, тем не менее возможности полиграфии все же ограничены. И тонкие штрихи, которые красиво выглядят на экране мониторов, например, при сильном увеличении, могут совершенно пропасть при печати таких шрифтов. При выборе текстового шрифта стоит помнить, что лучше всего будут читаться шрифты со средним контрастом от одного к двум до одного к трем. Шрифты для крупных кеглей обычно делают более контрастными, чем для мелких. Еще одна категория, которую мы рассмотрим, это ширина. По ширине шрифт бывает нормальный, то есть средний, узкий, сжатый и широкий или растянутый. Пропорции шрифта это отношение ширины и высоты знаков. Измеряется он, как правило, по внешним контурам основных штрихов знака H в латинице или N в кириллице. Изменение этого отношения образует сверхузкое, узкое, нормальное, широкое и сверхширокое начертание. Могут быть и другие степени изменений пропорций. Опять же повторюсь, что не во всех гарнитурах есть все эти начертания, тем не менее они присутствуют. Очень узкие шрифты лучше использовать в крупных кеглях. Шрифты для очень мелких кеглей обычно делают несколько шире, чем нормальные, чтобы увеличить внутрибуквенные просветы и сделать текст более различимым для восприятия читателя. Однако соотношение ширин знаков – один из самых тонких и деликатных вопросов в шрифтовом дизайне. Жестких правил не существует. Дизайнеру в этом вопросе приходится опираться на существующие образцы и на собственный вкус и опыт. Различают также пропорциональные моноширинные шрифты. Пропорциональный шрифт отражает символы разной ширины, тогда как непропорциональный или моноширинный, как его еще называют, используют знаки постоянной фиксированной ширины. В пропорциональных шрифтах ширина знака варьируется в зависимости от конструкции букв. Например, если сравнивать очень узкие буквы, такие как «ай», она по ширине гораздо меньше, чем буква «м» в латинском алфавите. У нас тоже есть в кириллице такие буквы. Самые узкие – это буква «т», ну а самые широкие – буква «ж», «ш», «ты». В моноширинных шрифтах каждый знак занимает одну и ту же ширину. Более узкие знаки, которые я называла, просто получают больше пустого пространства вокруг себя, чтобы нивелировать вот эту разницу по ширине. Если говорить о восприятии, то большинство людей находит пропорциональные шрифты более удобными для чтения. И поэтому эти шрифты чаще всего применяются в профессионально изданных печатных материалах. По той же причине программы с графическим интерфейсом обычно используют пропорциональные шрифты. Однако многие пропорциональные шрифты содержат цифры фиксированной ширины. Так что, например, колонки чисел остаются выровненными. Моноширинные шрифты, в свою очередь, лучше подходят для некоторых целей, поскольку их знаки выстраиваются в четкие ровные колонки. Программисты, как правило, предпочитают моноширинные шрифты при редактировании исходного кода. В издательском деле редакторы читают рукописи, набранные моноширинными шрифтами для облегчения редактирования. И присылать рукописи, набранные пропорциональным шрифтом, считается плохим тоном. Еще одна категория, которую мы рассмотрим, это наклон. Выделяют прямой шрифт или римский, там, где основные штрихи перпендикулярны базовой линии, то есть находятся под углом 90 градусов. А также курсивные и наклонные начертания. Несмотря на то, что многие путают эти понятия, это не одно и то же. То есть курсив и наклонный шрифт — это разные начертания. Наклонный шрифт образуется простым искажением, то есть наклоном символов исходного шрифта, обычного. То есть для того, чтобы создать наклонный шрифт, нужно механически или программно наклонить его. И строение букв наклонного шрифта не отличается от строения букв прямого начертания. Курсив же — он тоже наклонный, но со своим собственным уникальным набором знаков. И буквы в курсивном начертании имеют лишь сходство с прямыми по стилю. Но рисунок их совсем другой и значительно отличается от прямого начертания своей более рукописной формой строчных букв. Стоит добавить, что наклонное начертание может быть создано программой, а курсивное должно изначально содержаться в файле шрифта. В дизайне также могут использоваться стили. Они используются для создания контраста в рамках одного шрифта или гарнитуры. Можно сочетать толщину, наклон, а также дополнительные различные эффекты. Это позволит дизайнеру создать достаточно богатую типографику. Можно комбинировать различные начертания друг с другом. Можно использовать разные гарнитуры. Но использование более трех гарнитур в одном проекте не оправдано. Различные начертания шрифтов в рамках одной гарнитуры могут дать дизайнеру те инструменты, которые помогут ему и расставить контрасты, и герархию в том файле, с которым он работает. На слайде представлены различные шрифты в разном начертании. И вы можете видеть, насколько разные эффекты они в себе несут. И насколько разное настроение они передают. Настроение — это еще один фактор, который нужно учитывать. При выборе шрифта это очень важно, потому что разные шрифты производят разные впечатления. Одни кажутся более строгими, другие — неформальными. Одни таят в себе дух современности, будут отлично смотреться на обложке модного журнала прогрессивного. А другие, более классические, будут уместны на страницах книг, художественной литературе. Но, например, Times New Roman, самый известный обывателем, самый распространенный шрифт, который используется в документах, в Word. Он всегда считался классическим шрифтом, поэтому он так часто используется в деловой переписке. Вердана же, с другой стороны, более современный шрифт и используется соответственно. Некоторые шрифты более гибкие и безликие. И могут при желании передать любое настроение, в зависимости от содержания текста и сочетания с другими шрифтами, в зависимости от композиции, дополнения какими-то графическими элементами. Ну, например, такой шрифт Гильветика. Он считается очень универсальным. В этом состоит его как сильные, так и слабые стороны. Итак, мы рассмотрели основные принципы типографики, поговорили о таких важных критериях, как удобочитаемость, различимость. Поговорили об инструментах, с помощью которых дизайнер может создать то или иное настроение. Расставить иракию, ранжировать информацию, то есть выделить самое главное, отделить это от второстепенного текста. И также передать определенное настроение, которое необходимо по техзаданию. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова